Добрый день, уважаемые читатели Музьки. И хотя я давно читаю этот сайт и пользуюсь советами уважаемых мусковчан, но пишу впервые. Поиск на миска. Ру не дал результатов, и я не нашел обзора на купленный мной девайс. Русское название еще не совсем устоялось, но я искал HDMI матричный коммутатор 4х2. На английском название звучит так, HDMI матрикс Full HD 4K2K3 5080p HDMI матрикс 4х2 суич сплиттер конверта, я его буду называть устройство. Для чего оно нужно? Перераспределять HDMI сигнал между четырьмя источниками HDMI сигнала и двумя приемниками, проще говоря телевизорами. Кому интересно прошу подкат. Доставка заплатил в воскресенье 14 января. 15 января уже было у курьера. 26 января прилетела в нерезиновую. 2 февраля уже мне звонил курьер. Дошло до находки Приморского края за 19 дней после оплаты. Доставка сдег хотя продавец и не декларировал эту доставку. Доставили прямо на работу. Все отлично. Комплектности, размеры, по моей просьбе продавец положил блок питания с европейской вилкой, хотя их уже не было в продаже. В комплекте идет провод Mobile High Definition Link M-Hail для подключения смартфона к HDMI. К сожалению эту функцию мой телефон не поддерживает. Габаритный размер устройства 220 на 110 025 миллиметров, вес 314 грамм. Размер пульта 95 на 55 тысячи 10 миллиметров, вес 31 грамм. Изготовлен из обычного пластика. Не пахнет. Питание пульта, литиевая таблетка КР-2032. В моей посылке батарейки не было, хотя в отзывах на фотографиях у других покупателей она лежит. Похоже просто не повезло. Дизайн устройства производит приятное впечатление. Оно красиво и компактно. Несмотря на то, что к нему подключено шесть немаленьких кабелей и один маленький. Дизайн. Оно отлично вписалось в интерьер. Фотографии в магазине вводят в заблуждение, устройство кажется большим. Кнопки управления все спереди, разъемы все сзади, провода даже очень толстые не мешают друг другу. Правда HDMI свисток просто так уже вставить не получится, закроет соседний разъем. Снизу шесть резиновых ножек. Нигде никаких вентиляционных отверстий. Устройство склеено. Винтиков для разборки я не обнаружил. По моему мнению недостаток в дизайне один, глянцевая, очень маркая поверхность. Остаются следы даже от чистых рук и блеск можно навести только специальной тряпкой. Функциональность. С основной функцией, раздача сигнала HDMI от 4-10 источников до 2-х телевизоров, устройство справляется на отлично. Переключение между источниками занимает меньше секунды. Управление доступно как с пульта. Пульт, так и с кнопок на устройстве, с маркировкой IF-устройства. При переключении на экран телевизора дополнительно ничего не выводится, а жаль. Поначалу непонятно на какой источник переключился. Ориентироваться можно только по передней панели устройства. Инпут A или инпут B, показывает к какому источнику подключен телевизор аэлев, причем они помечены по-арабски справа, налево, но соответствуют вставленным проводам HDMI сзади устройства. При переключении с пульта все происходит быстро, задержка есть, но она совершенно не раздражает. Можно быстро нажать два подряд кнопки, например выбрать для обоих телевизоров источник 3. Переключение произойдет, хотя реакция устройства будет немгновенной. При переключении с панели устройства кнопками с маркировкой IF-переключение происходит последовательно, при нажатии на кнопку меняется источник сигнала. Есть одно уточнение, так как устройство очень легкое, при переключении приходится придерживать его рукой. И так как у него глянцевая и очень маркая поверхность, выглядит он заляпанным. И да, одной рукой переключить можно. Левой рукой переключать легче. Светодиоды на передней панели слишком яркие и большие. При просмотре в темноте раздражают. Если выключить устройство, кнопка питания меняет цвет на красный и яркость ее снижается, для темноты нормально. При отключении от розетки выбранную комбинацию источников сигнала не запоминает. Если подать питание, по умолчанию оба телевизора устанавливаются на первый источник. Кнопки с маркировкой IF имеют еще одну функцию, показывают включен ли подключенный телевизор. Если горят телевизор работает, если нет, значит телевизор выключен или находится в режиме стендбай. Иногда при включении телевизора нет изображения, только цветной шум, лечится это переключением входа на телевизоре. Но было это всего пару раз, за неделю тестов. Итог. Покупкой я очень доволен. Устройство делает все то, для чего и покупалось. Мои взрослые телевизоры, имеющие один, два входа HDMI, теперь без проблем возни с передергиванием проводов, подключаются к современным устройствам с выходами HDMI. Прошу простить меня любителям вскрытий, вскрывать устройство, для того чтобы сфотографировать внутренность, пока оно работает я не буду. Боюсь, поломаю, имею печальный опыт. Тем более устройство покупалось на свои деньги, а не предоставлено магазином для обзора. Также прошу простить меня любителям качественного звука. Не смогу проверить возможности со звуком, это разем типа тюльпанчик и оптика сзади устройства, а также ряд кнопок на пульте, мне их просто ни на чем проверить, нет даже проводных наушников. Хотелки или если бы оборудование проектировал я. Что еще бы хотелось один. На Амазоне полно устройств, которые делают пип-картинка в картине из разных источников HDMI, но на один телевизор, почему бы в подобных устройствах на два телевизора не сделать такого. Было бы неплохо смотреть новости, поигрывая в покер онлайн. Я сейчас так делаю на телевизоре Philips, но второй телевизор эту функцию не поддерживает. 2. Голосовое управление, выбор источника, отключение звука. Мы в 21 веке или где? Немного лирики, начну с истории, как мы докатились до такой жизни. В нашей семье два телевизора, один на кухне, другой в зале. Как и положено, по количеству членов семьи, и всегда основной проблемой было смотреть один фильм одновременно на двух телевизорах, без рассинхронизации звука и изображения. Первым на этом поприще выступал медиаплеер HDS 650. Пока благодаря неудачной перепрошивке он не стал кирпичом. Следующим я собрал компьютер типа барыбон. На основе платы А40-350-1001. Здесь я впервые столкнулся с проблемой HDMI, компьютер работал постоянно, а телевизор подключенный по HDMI выключался, и при включении пропадал звук. И надо было либо перезагружать компьютер, либо потанцевать с бубном, чтоб звук появился. Стали появляться другие устройства с выходом только HDMI, а возится с кабелями такая морока. Где-то два года назад я услышал по сарафанному радио анонс подобного устройства, только оно еще делало картинка в картинке из разных источников. И я стал искать. Выбор пал на это устройство. И хотя здесь не все реализовано, по-моему я не ошибся. Между телевизорами при ремонте был проложен пятиметровый HDMI кабель. Он на фотографии в разделе дизайн пятый справа, самый толстый. Очень часто занимаясь домашними делами, например уборкой, ставим на оба телевизора какой-нибудь концерт из YouTube и слушаем и по возможности смотрим, переходя из комнаты в комнату. Синхронизация отличная. Также можно смотреть разные передачи на разных телевизорах. Например на телевизоре о кабельное телевидение, а на телевизоре в YouTube через Google Charmecast. Charmecast показывает YouTube вообще без рекламы. А вы не знали? Можно поменять обратно, не меняя кабелей, просто нажав пару кнопок. Я теперь могу играть не только на компьютере, но и на любом свободном телевизоре через игровую приставку Valve Steam Link, подключенную к устройству. Я просто тащусь, а моя королева в восхищении, давно не получал столько положительных эмоций от покупки электронного устройства. Тестовое оборудование, приемниками сигнала HDMI у меня выступали, а, телевизор Philips, 37PF9730, 1 вход HDMI. Телевизор LG32LA5155, 2 входа HDMI. Источниками сигнала HDMI у меня выступали, 1. Кабельный ресивер DWP100 World Vision Premium. 2. HDMI свисток Google Charmecast 2015. 3. Игровая приставка Valve Steam Link. 4. Android приставка Minux Neo 10.5. Главный тестировщик, PS. 1. Input lag проверил, никаких задержек по сравнению с просто кабелем, не выявлено, все на уровне статистической погрешности. Если кому интересно, могу выложить фотографии и расчеты в Excel. 2. Проверил работу с 3500 на BB, запустил фильм «Гадкие я-3». В хроме выбрал трансляцию в Google Charmecast, рабочий стол, подтвердил передачу звука и на телевизоре LG32LA5155 выбрал режим 3500. Весь фильм прошел хорошо, нигде никаких тормозов. Обнаружилось и два особенности. 1. Если работает один телевизор и в это время подключить второй, на первом на пару секунд пропадает изображение и звук, но потом все восстанавливается. Не знаю с чем это связано, но предполагаю это переключение режима работы. 2. Стал пропадать звук на одном из телевизоров. Первым делом поменял выводы на телевизоры AV, но оказалось виноват кабель, поменял на более качественный, проблема пропала. Вывод звука с устройства пока не проверил. Но уже есть план как это сделать. Нужно только желание и время. Ваше желание и мое время. Всем удачи, пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok